Уважаемые друзья, приступайте к написанию третьего всероссийского юридического диктанта. В аудиториях Академии туризма царит идеальная тишина. На экранах мониторов вопросы по конституционному, уголовному, административному и семейному праву. Кто имеет право баллотироваться в президенты, где запрещено курить, кто может работать в апелляционных судах. Всего 40 вопросов. Студент второго курса Иван Кропанцев уверен, что с заданием справится любой, кто не прогуливал пары и ответственно готовился к семинарам. В принципе, вопросы довольно-таки легкие. Если ты знаком с правом, то есть это несложно, это интересно, это развивает, помогает узнавать. Если что-то не знаешь, затрудняешься, это дает еще раз подумать и посмотреть конституцию. А это уже читальный зал. Внимание почти всех студентов сосредоточено в телефонах. Однако на экранах не социальные сети, а также юридический тест. Компьютерные классы были не способны вместить всех участников проверки знаний, без малого полтысячи студентов из самой Академии туризма, а также учащихся Академии МЧС, школьников гимназии 23 и студентов туристического колледжа. Нас подготавливали на паре по праву, учительница, и все. Было несложно. Самые сложные для меня были самые последние вопросы, и я их наполовину решала, наполовину нет. То есть некоторые я могла пропустить, потому что я не знала, как их решать. Выявить пробелы в знаниях. Для этого в третий раз в Академии туризма и прошел всероссийский юридический диктант. Я, допустим, не могу признать того, что специалист в области туризма или гостеприимства не знает юридических основ или права. Наши студенты, которые обучаются здесь, они, хочу сказать, что очень много времени уделяют в химкинских учреждениях. Это и городской суд, прокуратура, проходит практику. По итогам диктанта выявлять лучших и худших не стали. Проверка знаний была добровольной и, по желанию, анонимной. Все участники получили одинаковые сертификаты, которые для одних будут свидетельством их блестящих юридических знаний, а для других – напоминанием, что правовым дисциплинам стоит уделять больше времени.